В Одессе сегодня траур по трём школьницам, погибшим во время пожара в детском лагере Виктория. Вчера вечером родители и общественные активисты Одессы едва не взяли штурмом горсовет, требуя ответов от мэра Геннадия Труханова. Сгоревший корпус детского лагеря был построен в прошлом году. Труханов активно пиарился на этом проекте. Из городского бюджета на строительство и обустройство пожарной сигнализации потратили десятки миллионов гривен. Вот только система безопасности была отключена. Сегодня наш корреспондент вместе с экспертами побывал на месте трагедии и обнаружил там немало ужасающих деталей. Каких? Далее в сюжете. Корпус детского лагеря выгорел до тла. Уцелели лишь фундаменты, металлическая лестница. На соседних зданиях от жара вылетели стёкла, расплавились пластиковые двери и ливнёвки. В лагере пустой детей, на лагере нет. Остались только вожатые, кухня, уборщики. Руководителей никого нет. К воротам лагеря одесситы приносят цветы и игрушки. Это трагедия. Просто трагедия. Как можно было построить деревянное строение и не привести в порядок систему пожаротушения. Почему не было гидрантов? Полиция уже задержала директора лагеря, его заместителя и руководителя танцевального ансамбля Адель. Женщина вместе со своими воспитанниками жила здесь. Именно в её комнате вспыхнул пожар. Но горожане и родители не верят, что в трагедии виновны педагоги. Халатное простое отношение, наверное, строителей. Потому что многие пишут о том, что должна была бы быть пропитка. И тем более дети, наверное, говорили, что бьётся током. О том, что вода в кране бьётся током, дети жаловались неоднократно. Не на камеру признаются сотрудники лагеря. Мы вместе с общественным экспертом Владиславом Болинским, расследовавшим обстоятельства пожара 2 мая, пытаемся выяснить причины возгорания. Исследуем аналогичные уцелевшие корпусы Виктории. Первое, что бросается в глаза, электроприборы в комнатах. Во-первых, эти светильники с пластиковой крышкой. И они в технических характеристиках невозможно использовать с лампой накаливания. То есть, кроме того, что лампы накаливания вообще нельзя в деревянных домах использовать. В электрощитовой кабели заземления подключены к нулю и смотаны обычной изолентой. Это и есть причина того, что вода билась током, говорит Владислав. То есть, водопровод находился под напряжением. Далее изучаем саму древесину. Он должен пропитываться специальными составами, которые понижают горючесть. Пропитываться под давлением, методом адгезии. Напоминает, ну, необходимая экспертиза, конечно, напоминает просто олифовую покраску. И здание вот с таким типом обработки, оно сгорает от момента сгорания фактически за 4-5 минут. Берем немного древесины на пробу и поджигаем. В общем, лак моментально вспыхивает и полностью прогорает. Я даже не представляю, как можно вот такие вот бревна, вы же сами видите, какие бревна толщиной. Как может огонь так быстро охватить все это? В то же время в мэрии уже нашли крайних. По мнению Труханова, это и не строители, и не проектировщики, а руководство лагеря. Внедряем туда и системы, пожарные системы, и системы отопления, и так далее, и так далее. Но все это ничего не стоит, как показало. Если на месте работает безответственный человек. После обеда родители пострадавших и погибших детей собрали в обл. администрации. Чиновники отчитываются, дескать, проверки были, предписание отремонтировать сигнализацию давали. В конце концов, родители просто ушли. Нас не стрелок, потому что нас никто не слушает. Не давали слова, и никто нас не слушает. Абсолютно никто. Родители согласились вернуться к переговорам с областной властью только без общественников и журналистов. Тем временем под окнами чиновников собрались активисты различных организаций, требуя отставки Геннадия Труханова. Призвали к тщательному и прозрачному расследованию трагедии и нардепы. Сейчас пытаются уже назначать каких-то стрелочников. Все прекрасно понимают, что если были потрачены такие колоссальные деньги на строительство лагеря, на пожарную сигнализацию, то стрелочникам в данной ситуации не может выступать ни директор, руководитель коллектива, где девочки выступали, ни даже директор лагеря. Мэр, как мужчина, как человек, отвечающий за свои слова, должен понимать, что в первую очередь отвечает за происходящее он, если этот объект поддавался как такое большое застижение городского бюджета. Городские власти пообещали выделить пострадавшим финансовую помощь. По 20 тысяч всем, кто находился в сгоревшем корпусе во время пожара, по 100 тысяч гривен тем, кто попал в больницу, и по 200 тысяч семьям погибших девочек. Но деньги не вернут родителям детей. Да и ответят ли истинные виновники трагедии, вопрос остается открытым. Виктор Ткачук, Кирилл Ющишин, Игорь Попов. Подробности телеканал Интер Одесса.